Всем привет! Доброго времени суток! Сегодня на обзоре новая модель Android TV приставки от бренда RockTech, модель G2. Это полностью сертифицированный Android TV Box на Android TV 12 со всеми возможными кодеками и сертификатами, с интегрированным уже в саму прошивку автофреймрейдом на конец лета 2024 года. Это, наверное, топ-1 среди сертифицированных Android TV приставок. Вот в таком вот, собственно, коробочке поставляется TV приставка. У меня комплект приставки сразу с геймпадом. Если вам геймпад не нужен, то можете отдельно приобрести приставку без геймпада. Как я уже сказал, устройство полностью сертифицировано. Конечно же, приставка воспроизводит 4K-контент, HDR10+, Dolby Vision, DTS-HD, Dolby Atmos, AV1 кодек, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 версия. Хромкаст, конечно же, поддерживается устройство сертифицированное. Вот здесь сбоку основные характеристики и на приставку, и на геймпад. Процессор здесь установлен 4-ядерный Amlogic S905CX4 с приставкой K, которая говорит нам о наличии различных сертификатов. Оперативной памяти здесь 4 ГБ и 64 ГБ встроенный накопитель. За отображение отвечает Mali-G31, поддержка 4K, HDR 60 FPS, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. USB 3.0 имеется, разъем карточки и microSD, можно внутреннюю память еще больше расширить. И по проводному интернет-соединению до 1000 Мбит. По геймпаду. Прямо на геймпаде имеется микрофон для голосовых запросов. Геймпадом можно пользоваться так же, как и пультом. Естественно, кроме данной приставки, геймпад можно подключать и к другим приставкам, к различным мобильным устройствам, телефонам, планшетам. И по проводному соединению можно подключать к компьютерам. Шестиосевой гироскоп заявлен, работает на Bluetooth 5.0. Геймпад имеет свой встроенный литиевый аккумулятор и вибрационный моторчик. На момент выхода этого видеокомплект, как у меня на обзоре с геймпадом, будет стоить 12 160 рублей. Если вам геймпад не нужен, можно выбрать комплект без геймпада. Цена уже будет меньше 10 9600. И также можно выбрать еще вариант с ТВ-тюнером. В приставке имеется отдельный Type-C разъем под свой ТВ-тюнер. Подключив его, вы можете через него подключить внешнюю антенну и без интернета смотреть телевидение. Можно выбрать как DVB-T2, так и DVB-S2 под спутниковое телевидение. С ТВ-тюнером без геймпада стоимость приставки на момент выхода этого видео будет стоить 11 164 рубля. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании, потому что цены постоянно меняются как в большую, так и в меньшую сторону. Кто-то скажет, что очень дорого, но поверьте, данная приставка того стоит. Давайте открываем, смотрим. Если вы выберете комплект без геймпада, то у вас будет вот такая вот коробочка. Или же, если выберете отдельно геймпад, вот в таком коробочке он будет поставляться. Давайте вначале быстренько рассмотрим геймпад. Имеется инструкция. Инструкция на английском языке. Вот здесь можете видеть основные все характеристики геймпада. Показано, какая кнопочка за что отвечает. Как включить-отключить данный джойстик по Bluetooth. В картинках все ясно показано. И давайте смотрим сам геймпад. Вот так вот выглядит сам геймпадик. Выполнен из черного матового пластика. Курочки. Курочки очень мягкие. Хороший, приятный ход имеют. Разъем Type-C для подзарядки встроенного литиевого аккумулятора. И также для подключения к компьютеру по проводу. Вот здесь между стиками расположен микрофончик. Стики тоже имеют хороший, приятный ход. Крестовинка. Имеется кнопка «Назад домой». Кнопка «Меню». То есть данным геймпадом можно управлять как пультом. Не только на данной приставке, но и на других приставках. Геймпад можно купить отдельно. И в комплекте еще здесь должен быть, имеется проводок для подзарядки. Вот такой в комплекте идет кабель для подзарядки и подключения к компьютеру. Кабель хорошего качества и достаточно длинный. Длина данного кабеля составляет 3 метра. Отличный джойстик. В обзоре обязательно подключим, поиграем. И давайте будем смотреть саму приставку. Открываем коробочку. Сверху саматовая приставка. Вот так вот выглядит. Верхняя крышка сделана под кожу. Логотип бренда Roktek. На лицевой стороне имеется светодиодик. Во включенном состоянии горит синим цветом, выключенном красный. С левой стороны у нас никаких разъемчиков нет. С правой стороны имеется два USB разъема USB 3.0, USB 2.0 и разъем под карточку памяти microSD. С тыльной стороны располагаются разъемы разъем для подачи питания. LAN разъем для подключения интернет-соединения по кабелю. HDMI выход для подключения приставки к телевизору. HDMI здесь 2.1. Аудио-видео выход 3.5 мм. Оптический из PDF. И Type-C разъем для подключения внешнего TV-тюнера. Снизу имеется 4 резиновые ножки. И вот здесь отверстие кнопочка сброса Reset. Давайте посмотрим, что еще есть в комплектации. HDMI кабель. Толстенький, хорошего качества. Адаптер питания. Вот с таким вот штекером. Адаптер питания на 12 вольт. Имеется инструкция на английском языке. И, конечно же, пульт дистанционного управления. Вот так вот выглядит пультик. Очень удобный, хорошо лежит в руке. Кнопки тактильно хорошо ощущаются. Выполнен из матового пластика. Пульт работает по протоколу Bluetooth. И также имеется инфракрасный передатчик. Через него можно запрограммировать на управление другими устройствами. Такими как телевизор, саундбар, либо AV-ресивер. Имеется блок цифровых кнопок. Микрофончик для голосовых запросов. Кнопка к быстрому доступу настроек. И четыре кнопки к быстрому доступу к YouTube, Netflix, Prime Video и Disney+. Кнопку Disney+, можно изменить на свое приложение. В прошивке эта функция уже предусмотрена. Давайте по традиции я разберу, покажу, что внутри. Чтобы разобрать приставку, нужно снять верхние две резиновые ножки. И под ними будут винтики. Далее по периметру надо отщелкнуть защелки. Вот так вот выглядит в разборе. Давайте вытащим плату полностью. Вот здесь есть еще парочка винтиков. Я вначале подумал, что это экран, а это такой радиатор. Металлическая пластина. Сам процессор закрыт экраном. И сверху вот эта металлическая пластина, она играет роль радиатора. Снизу платы также все закрыто металлическим экранчиком. Радиатор, вот эта вот пластина для охлаждения, хоть и выглядит не очень внушительно, но тем не менее никакого троттлинга, который бывает при перегреве, здесь не замечено. Приставка работает быстро-шустро. И давайте я собираю приставку и переходим к обзору. Приятного просмотра. При самом первом включении приставки нужно будет законнектить пульт по Bluetooth. Для этого выполняем, как показано на экране, зажимаем кнопку назад и кнопку домой. Все, пультик законнектился. Далее нужно будет выбрать язык. Настроить телевизор с помощью телефона Android вы можете без труда перенести сеть Wi-Fi и аккаунт Google с телефона на Android. Я предпочитаю сам вручную ввести свои данные. Выберите сеть Wi-Fi. Здесь выбираете свою сеть Wi-Fi и подключаетесь по сети Wi-Fi. Или же можно по кабельному интернет-соединению от настроенного роутера просто воткнуть интернет-кабель в приставку. Настройки интернета автоматически подхватятся. Давайте я введу свою сеть Wi-Fi. Сразу нашлось какое-то обновление. Скачивается, устанавливается. Подождем. Прошивка скачалась, установилась. И далее появилось окно войти в свой Google аккаунт. Можете ввести свой действующий Google аккаунт или же можно создать прямо здесь новый. Я введу свой действующий. Принимаем условия использования. Сервисы Google также нажимаем «Принять». Использование Google Ассистента нажимаем «Продолжить». Выполнять поиск по всем приложениям нажимаем «Показать больше» и здесь нажимаем «Разрешить». Персональные результаты также нажимаем «Показать больше» и нажимаем «Включить». Получаете электронные письма с описаниями новых функций. Здесь по желанию. Выберите название для устройства. Выбираете любое название или же можно свое название прописать. Но пусть будет «RTG2». Далее предлагается установка дополнительных приложений. Как правило, здесь предлагаются приложения, которые вы ранее устанавливали на этом Google аккаунте. Можете нажать «Далее» и «Принять», «Установить» все, что вам предлагает. Либо можно снять галочку, выбрать, что вам надо. Здесь листаем дальше. На следующей странице предлагается использовать пульт дистанционного управления, чтобы управлять громкостью, а также включать-выключать другие устройства. То есть вот, здесь можно сразу настроить управление телевизором, саундбаром, либо AV-ресивером. Я не буду этого сейчас делать. Это всегда можно сделать, зайдя в настройки. Там все просто интуитивно понятно. Например, выбираете телевизор, если хотите настроить управление телевизором. Выбираете свой бренд. И далее следуйте подсказкам на экране. Все, приставка полностью готова к работе. Можете заходить в Play Market. Выбирать «Устанавливать приложения», «Игры». Лучше сразу зайти в свой профиль и вот здесь обновить все приложения. Вот у меня 12 обновлений. Выбираете «Все обновить», устанавливаете, что вам надо, и можно пользоваться приставкой. У меня данная приставка в использовании уже, наверное, недели две. В полной мере я уже успел попользоваться. Вот здесь разные программки наустанавливал, онлайн-кинотеатры, IP-телевидение и все такое. Если вы впервые видите интерфейс Android TV, таким вот, собственно, образом он выглядит. Верхняя строчка «Любимые приложения». Вы сами можете сюда добавлять свои любимые приложения, которыми часто пользуетесь. Справа в конце списка имеется плюсик. Нажимаете на плюсик. Вам открываются все приложения, которые у вас установлены. Выбираете, чтобы вы хотели добавить на рабочий стол, и приложение добавляется. Если хотите переместить приложение, например, в начало списка, останавливаетесь на нужном приложении, на пульте, нажимаете, удерживаете кнопку «Ок» и вам предлагается открыть, переместить, либо удалить из избранного. Выбираем «Переместить» и переставляете, например, в начало списка. Ниже отображаются рекомендации от различных онлайн-кинотеатров. От каких кинотеатров хотите видеть здесь рекомендации, вы можете выбирать сами, в отличие от оболочки Google TV. Вот здесь внизу есть кнопочка «Настроить главный экран». Также это можно сделать через общие настройки. Нажимаете «Настроить главный экран», открывается настройка каналов, и здесь выбираете, чтобы вы хотели добавить на главный рабочий стол, от каких онлайн-кинотеатров рекомендации. Кроме этого, рекомендации, как и верхнюю строчку с любимыми приложениями, можно тоже сортировать. Если сдвинуть влево от рекомендации, появится кнопочка «Переместить», и можно поднять рекомендацию, например, вверх списка. Если сдвинуть еще левее, можно рекомендацию удалить. На оболочке Google TV так сделать нельзя, поэтому многие предпочитают оболочку именно Android TV. Основные все настройки вы пройдете при первом включении, это у вас займет буквально пару минут. И также всегда можно зайти в настройки и здесь изменить, например, подключиться к другой сети Wi-Fi. Вот отображается поддержка Wi-Fi 6. Если у вас приставка подключена к интернету по кабелю, имеется точка доступа, можно раздавать Wi-Fi. Использовать приставку как репитер. Укажите название, можно выбрать любое название, свое название ввести. Добавление Google аккаунтов. Во вкладке приложения здесь можно удалять приложение, разрешить запретить различный доступ к приложениям и все такое. Пульты, аксессуары. Здесь можете добавлять свои Bluetooth-устройства, колонки, наушники, джойстик. GP1500 это у меня подключен джойстик от Rocktec. И RCG2 это комплектный пульт. Настройки устройства. Об устройстве. Имеется беспроводное обновление системы. При самом первом включении мне сразу прилетело достаточно какое-то большое обновление, больше гигабайта. Сброс настроек. Можно сбросить на заводские настройки. Версия андроида, как видите, Android TV12. И сборка прошивки у меня на данный момент вот такая. Настройка даты времени. Выбор языка. Клавиатура. Вкладочка AppKey. Здесь можно переназначить одну кнопку. Я за место кнопки Disney назначил IP телевидения. Вот нажимаю на кнопку Disney. Открывается IP телевидение. Изображение мне приходится замыливать, чтобы авторские права не нарушать. Ну давайте сразу вам продемонстрирую IP телевидение. Вот я переключаю каналы. У меня, кстати, включена открыта вкладка 4K каналы. И все отлично воспроизводит. Естественно, с IP телевидением никаких проблем здесь не может быть. Экран и звук. Можно масштабировать текст. Уменьшить, увеличить. Использовать частоту кадров контента. Так называемый автофреймрейт. Здесь имеется. У меня в данный момент выбрано отключено, чтобы при записи карта захвата моя не перезагружалась при срабатывании автофреймрейта. На 12-м Android TV автофреймрейт уже из коробки присутствует. Не надо никаких дополнительных программ ставить. Настройки экрана. Игровой режим можно включить. Выбор формата. Автоматически. Вручную можно выбрать. Настройки HDR. У меня карта захвата видео, на которую я записываю, HDR не поддерживает. Поэтому у меня здесь все не активно. Вот когда напрямую подключено к телевизору, доступно включить-отключить HDR. Dolby Vision. И автоматический HDR. Настройки экрана. Здесь можете выбрать «Выставить разрешение экрана». Настройки цветности. Можно зуммировать экран, если есть такая необходимость. Раздвинуть, сдвинуть, подогнать под ваш телевизор. HDMI ЦИК. Если телевизор поддерживает данную функцию, можно включить, чтобы вместе с приставкой включался и выключался ваш телевизор. Системные звуки можно включить-отключить. И расширенные настройки звука. Управление динамическим диапазоном. Можно выбрать оптический SPDIF. Выход отключить-включить. Вот эта вот вкладочка «Повышение качества диалога». Замечали иногда, наверное, что диалог у вас с одним звуком идет, а когда какие-то спецэффекты, взрывы начинаются, то очень громко. Вот здесь вот можно выбрать средний-высокий уровень и выровнять вот эти звуки диалогов и спецэффектов. Выбор форматов. Автоматический. Не использовать объемный звук и пастру. Ниже вкладка «Хранилище». На 64 гигабайта здесь внутренний накопитель. 58 свободно. Настройка главного экрана. Но вот это, что я показывал внизу под рекомендациями, есть кнопочка. И также можно через настройки вот здесь настроить, что вы хотите видеть, рекомендации каких приложений на главном рабочем столе. Включить предпросмотр видео. Включить предпрослушивание аудио. Упорядочить приложение. Упорядочить игры. И справка отзыва. Google Ассистент. Здесь можете выбрать, с какого Google Аккаунта будет работать Google Ассистент и в каких приложениях будет осуществляться голосовой поиск. Google Каст. Давайте, кстати, проверим Google Каст. Вот я открыл свой канал на Дзене, нажимаю на значок Miracast, выбираю RTG2. И вот видео с телефона транслируется на экран телевизора. Можно также транслировать, естественно, и YouTube, и в браузере на каких-то сервисах что-то запустить и также транслировать тоже на экран телевизора. Если вам интересна тематика моего YouTube-канала, рекомендую подписаться на мой Telegram. Он называется точно так же, как и YouTube-канал TV Box and Mini PC. Ссылка на него есть в описании под этим видео. Если вы смотрите с телевизора, вот QR-код. Можете телефоном отсканировать, перейти, подписаться. Здесь вы всегда будете узнавать о новых обзорах. YouTube не всегда присылает уведомления. Кроме этого, я информирую о разных акциях, распродажах, о выходе новых прошивок и делаю анонсы предстоящих обзоров. Заставка, питание и энергопотребление, местоположение, микрофон. Здесь можете разрешить запретить доступ к микрофону. То же самое к камере. Можно подключить свою камеру, свой микрофон, если пользуетесь какими-то сервисами для видеосвязи. Использование, диагностика, гугл, специальные возможности. И вкладочка перезагрузить. И по настройкам, собственно, все. Давайте смотреть в работе. IP-телевидение я уже запускал. В онлайн-кинотеатрах здесь, естественно, тоже никаких проблем у вас не возникнет. Что касается просмотра видеоконтента через так называемые раздачи. Там тоже все отлично. Там зависит от количества раздающих и от скорости вашего интернета. Я не буду в онлайн-кинотеатрах ничего запускать. Чтобы авторские права не нарушать, все равно придется замыливать. Давайте на ютубе запустим какой-нибудь 4К ролик. Видео 4К 60 фпс. Вот тестовый ролик Коста-Рика. У меня вот уже включено диагностическое окно. Вверху справа можете видеть разрешение 3840 на 2160. 60-60 кадров. АВ-1 кодек имеется. И нету никаких дропов. Отлично все воспроизводит. При двойном нажатии на кнопку домик открываются последние запущенные приложения. Можно их по одному закрывать. Или можно сразу закрыть все. По голосовому поиску давайте проверять. Нажимаю на пульте микрофончик. Погода Санкт-Петербург. Открыть ютуб. Ну вот открывается ютуб. Давайте попробуем какой-нибудь фильм. Триггер. Показывает описание фильма и кто снимался в главных ролях. С главного рабочего стола во всех приложениях не ищет. Если зайти в какой-то онлайн кинотеатр, где голосовой поиск предусмотрен, там конечно все будет работать. Если очень важно, чтобы голосовой поиск работал с главного рабочего стола во всех приложениях, то в настройках можно изменить язык с русского на какой-нибудь другой. Вот если мы, например, поставим болгарский и сделаем тот же запрос фильма. Триггер. То голосовой поиск будет срабатывать уже по всем приложениям. Давайте еще с носителя какой-нибудь тяжеленький файл я запущу. Вот у меня на внешнем жестком диске, подключенном к приставке, имеется тестовый 100 гиговый 4К файл. Давайте его откроем. Изображение мне приходится замыливать, чтобы авторские права не нарушать. Давайте сразу на серединку отмотаю куда-нибудь вот так. И моментально подгружает, все отлично воспроизводит. 100 гиговый файл, 4К, с носителя без проблем. Браузером вполне можно пользоваться, найти, почитать какую-то информацию. Фильмы онлайн в браузере смотреть с такой себе, конечно, удовольствие. Но если очень хочется, я запускал, в принципе, воспроизводит. Но через приложение это делать гораздо удобней. В браузере чисто найти, почитать какую-то информацию. Новости спорта. Ну и вот по запросу «Новости спорта» открылись новости спорта. Можно открыть, почитать. Дзен, канал ТВ-бокс мини-пк. Вот мой Дзен, давайте попробую видео через браузер открыть. Можно, конечно, и через браузер смотреть видео, но такое себе скажу я вам удовольствие. Я через приложение, а постоянно буду повторять, это делать удобней. Ну и, конечно же, в игры на данной приставке вполне реально поиграть. Я парочку установил. Давайте запущу. Дзен, канал ТВ-бокс мини-пк. Субтитры сделал DimaTorzok. ну и вот такая еще стрелял очка обычно на ней тестирую стики на джойстики чувствительные хорошо все управляется вот плавненько можно вот так вот все выводить выцеливать вот 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 Продолжение следует... Вполне себе очень даже комфортно на данной приставке поиграть в игры. Давайте зайдем в AIDA64, сверим заявленные характеристики и также я сделал некоторые синтетические тесты, тоже вам покажу. Модель RT-G2, бренд Rocktec, 4 ГБ оперативной памяти и с 64 ГБ внутреннего накопителя доступно в районе 54 ГБ, остальное забирает система. Поддержка Bluetooth имеется. Процессор 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2000 МГц. Процессор 64-битный, но работает в 32-битном режиме. За отображение отвечает Mali-G31. Сеть Wi-Fi показывает скорость связи доступна 900 Мбит в секунду. Android 12 версия, а root доступа нету, как и на всех сертифицированных устройствах. По этой же причине нету температурного датчика, температуру не посмотреть. И по кодекам вот можете видеть какие кодеки присутствуют. Вот кодек AV1. Dolby Vision и все остальные необходимые кодеки здесь также есть. В тесте Antutu приставка набрала 133 тысячи. 3DMark в режиме Ice Storm Unlimited 10 тысяч, в режиме Ice Storm Extreme около 6 тысяч. Geekbench в одноядерном режиме 829, в многоядерном 2079. Тест памяти на чтение показал 112 Мбит в секунду, на запись 57 Мбит в секунду и копирование памяти 2,28 Гбит в секунду. У меня интернет скорость от провайдера всего лишь 90 Мбит, поэтому я сделал тест скорости по локальной сети и на Wi-Fi 5 ГГц выдало у меня 400 Мбит в секунду. Wi-Fi 2,4 ГГц, 83 Мбит в секунду. Ну и по кабелю здесь гигабитный LAN, если у вас хороший скоростной интернет, проблем с интернетом у вас не будет, как по кабелю, так и по сети Wi-Fi. Ну и в завершение небольшое резюме, вы сами только что могли видеть в работе данную этого приставку. Приставка однозначно заслуживает внимания, есть все необходимые сертификаты кодеки, хорошее программное обеспечение, которое я уверен здесь будет обновляться. Из коробки сразу готова к работе, не надо ничего шаманить, однозначно данную ТВ-приставку могу рекомендовать. Ссылка на ТВ-приставку, как обычно, лежит в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, также подписывайтесь на мои другие социальные сети ВКонтакте, Дзен, Телеграм, на них ссылки есть также в описании под этим видео. Всем удачи, всем пока!